а друзья мои всем привет сегодня поговорим с вами об электрике электрика в новостройках нашли маркировку на проводе в вг п нг а лс 3 на два с половиной 2017 года по факту это три на полтора то есть такие провода которые заложил застройщики естественно они непригодны для того чтобы посадить на них бойлер посадить на них прибор кухонные на них соответственно нужно будет тянуть что-то другое реально три на два с половиной а не то что пришло тут от застройщика этим и провода оставим на незначительные нагрузки 1 кухню уже мы протянем нормальный провод три на два с половиной реальный а не такая вот тоненькая шляпка и так что я хотел сказать относительно проводов ту ту это те же самые провода тоже сделаны из меди но единственное что производитель у них другие технические условия то есть он сам задает себе условия с определенным содержанием меди с определенным содержанием изоляционного материала негорючий горючий то есть он сам для себя выбирает и по этим тех условиям он делает провод гостовские же провода чем отличается от т.у. тем что это уже заявленный провод то есть он государственный образец по которому уже производитель обязан просто производить эти провода но естественно у нас редко кто соблюдает все эти условия поэтому есть даже ты у гост то есть тот же самый гост но уже с иными техническими условиями поэтому здесь здесь на данном объекте застройщик подрядчик использовал провода т.у. с техническим условием который значительно отличается от условий госта поэтому здесь очень маленькие и тоненькие провода мы их будем менять но не все будем менять те которые будут реально а испытывать силовую нагрузку это кухня это ванна это где будет располагаться бойлер но по комнату у нас будет все в принципе нормально так там ничего силового у нас не будет у нас не будет обогревателей у нас не будет каких-то мощных станций все обычно стандартно светильники зарядка в принципе все поэтому частично мы вот этот вот блок переберем но естественно мы его расположим вот здесь вот как то так мне интересно все же почему этот счетчик перенесен сюда почему он не остался там где вот был изначально что произошло возможно какие-то непредвиденные события были которых никто не ожидал поэтому пришлось его немножко сместить загадка только история но мы будем переносить его вот сюда поэтому все провода у нас сместятся вот в этот край в общем у нас продолжаются работы по демонтажу электрики за строчки продолжают нас удивлять но это вообще просто финиш вот такие удивительные картины предстают перед нами после того как мы решили все таки вытащить провода и стены вот здесь вот натяжники отметили полоски типа тут провода проходят на самом деле там их даже нет они уходят вот так вот как раз на уровне того места где предположительно заказчик собирался вешать свои гарнитуры вот эти он как раз на этом уровне проходит эти провода поднимать так потом и тут так так и ушли туда в сторону какие-то провода пошли туда этот провод спустился так в общем они просто со всех мест собираются в одной точке это вот здесь да приключение еще только начинается поэтому прежде чем сверлить где-то отверстие в стене проверьте если там провод или нет там коробочка там оттуда по ходу идет провода тоже куда-то ну в общем щиток у нас должен стоять вот в этом месте поэтому вот так вот вытащили и вот отсюда мы его спустим стаканчик стоял вот так провод пошел вниз и потом опять уходит наверх вот так вот кстати в этом месте у нас планируется повесить бойлер вот представьте если бы мы не вскрыли вот эту линию и монтировали бойлер так как есть то вероятность попадания в провод у нас была бы 50 на 50 поэтому чтобы не было этого непредсказуемого события мы сразу вскрыли провода и вот оголи так сказать правду вот правда который скрывается за штукатуркой если вы хотите закрепить что-нибудь на стену сначала проверьте если там что-нибудь или нет и только после сверлите долбите крошите так что всем пока до новых встреч на новых видео с вами был как всегда линар перестройка 116 пока вот и 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 вот